День Победы 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 Войны Война всего лишь войнушка И пусть автоматы, всего лишь игрушки Все как на войне, мы врага атакуем Мы снова и снова воюем 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 Войну сын не видел в Папине Малыш, впереди десять классов А просит уже в магазине Купить автоматы с пластмассы И пусть не война, а всего лишь войнушка И пусть автоматы, всего лишь игрушки Все как на войне, мы врага атакуем Мы снова и снова воюем 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 Спасибо Песня вообще старая Я помню, что я написал на 45-летие Победы Еще у меня сын был совсем маленький И дети наши играли в другие игры Сегодня играют они уже в компьютере И тем не менее, все равно Это игры связаны с той войной Замечательную рекламу, что ли Сделаю Ил-2 там Или танки эти Ну то есть Наверное, это уже на каком-то генетическом уровне Следующую песню я тоже давно написал Ей 25 лет А когда писал в 93-м Думал, что на раз Как говорят, есть такой термин Датская песенка Когда происходит какое-то событие И на это событие пишется песня И в общем, ну скажем так Через определенное Достаточно короткое время Его забывают Написано было тогда Когда в Кракове Убрали памятник Маршалу Коневу Благодаря которому Город остался тем Красавцем, который он есть Исторической ценностью Буквально там С небольшой разницей Помню, в Праге Танк покрасили розовой краской Который освобождал 8 мая Этот замечательный город Опять же К сожалению, годы идут Мы видим Одно и то же, то же самое Буквально неделю назад Вот такой классный случай Российские туристы В Вене Предотвратили раскраску Опять же памятника Воинам-освободителям То есть вот наши там сидели Увидели, что какие-то подозрительные люди Идут к памятнику Их просто вот там они Ну, можно сказать, повязали Сдали полиции И обратились не в посольство А, ну, властям Австрии Что, ну, что у вас здесь происходит Поставьте там пост Монолог солдата из братской могилы Мой дом последний здесь Здесь влач в палатках рваных Наш взвод почти что весь Лежит в смертельных ранах Здесь братская могила Здесь вечно отдыхаем Земля нас всех сплотила Мы годы вспоминаем Как прямо На запад шли упрямо Не дождались нас мамы И я дойти не смог Мне бы Увидеть свое небо Услышать запах хлеба Вернуться на восток А люди там над нами Ломают монументы И по венкам ногами Растоптаны все ленты Тот танк, что этот город Освобождал когда-то И что стоял здесь гордо Уже пропал куда-то Ветер Ты знаешь все на свете За что же люди эти Теперь так злые на нас Сколько Нас полегло здесь Сколько В земле чужой Да только Все позабылось в раз Но все нас переносят Весь взвод за город Прямо Потом их дети спросят Что было в этих ямах Здесь были те ребята Которых не дождались Которые когда-то За их народ сражались Пули Косили нас и кнули Но все ж мы не свернули Врагу пришлось Бежать Ждали Тогда нас здесь Так ждали За них мы жизнь Не отдали Остались здесь Лежать Случилось что на свете Вновь в прах Наш засыпают Меня на землях Этих Второй раз убивают Мы коли здесь не гости Нас гибнуть не просили Не трожьте наши гости Верните их в Россию Где-то Сквозь годы ждут нас Где-то Прошло хоть много лет Но Нас помнят и теперь Мне бы Увидеть свое небо Услышать запах хлеба Открыть родную дверь Мне бы Увидеть свое небо Услышать запах хлеба Открыть родную дверь Ну, многие же уже были на моих концертах Именно 8 мая Знают, наверное, какой-то определенный набор этих песен Я себе позволяю именно в этот день Попеть некоторые вещи, которые не мои Но они общенародно известны Это, ну, я даже сказал бы Не замечательные, а великие песни Я их в течение концерта буду Опять же скажу Позволять себе спеть Ну, практика показывает, что даже и подпевают Поэтому Можно не стесняться Хотя это, наверное, все-таки Не самые такие Зажигательные вещи Но, тем не менее Я думаю, мы с удовольствием их вспомним Эх, дороги Пыль до туман Холода тревоги До степной бурья Знать не можешь Доли своей Может, крылья сложишь Посреди степей Вьется пыль под сапогами Степями, степями, полями А кругом бушует пламя До пули свистят До пули свистят До дороги Пыль до туман Холода тревоги До степной бурья Выстрел грянет Выстрел грянет Ворон кружит Твой дружок В бурьяне Неживой лежит А дорога дальше мчится Пылится Глубится Глубится А кругом земля Дымится Чужая земля Эх, дороги Пыль до туман Холода тревоги До степной бурья Край Сосновы Солнце Стоит У крыльца Родного Мой сыночка Ждет И бескрайними путями Степями Полями Все глядя за всред За нами Родные Глаза Эх, дороги Пыль До туман Холода тревоги До степной бурья Снег Лит Ветер Вспомним Друзья Нам Дороги Эти Позабыть Нельзя Нельзя Браво! Браво! Спасибо! У нас вот в Минске буквально, ну точно не скажу дату, но пару недель назад в аэропорту Минск-1, ставить Минск-2, сел на заправку такой самолет просто уникальный. Нет, это был не Су-57. Это был легендарный Ил-2. Настоящий. Следующая у него посадка была запланирована в Польше. Самолет пилотировал замечательный летчик-испытатель, он же директор Сигня, Владимир Евгеньевич Барсук. Так, правильно. Звучит символично, он летел в Берлин. А мы у себя в Беларуси однозначно говорили на Берлин, что согласитесь весьма меняет смысл. Ну и песня, в общем-то, посвященная этому самолету и не только ему. Стрелой залетела каблоком, зеленая ракета, и значит нам, штурмовикам, опять работать где-то. Три года ада за спиной, мы все, друзей, теряем. Нас ждет опять смертельный бой, нас ждет опять смертельный бой. Сомнение прочь взлетаем. Забыло небо, то, что есть. Зверголубой на свете, наверное, нами движет месть. Мы душем годов этих, горит родная Беларусь. Мороз идет по коже, я верю в то, что я вернусь. Я верю в то, что я вернусь. Стрелок мой верит тоже. Небо! Ты нас не забудешь, ты все-таки нашим осталась. Мы все как один, мы дожить до победы мечтали. Небо! Мы шли сквозь огонь, нам тяжелое время досталось. Сжимая штурвал, стиснув зубы, мы в бой улетали. Под плоскостями дым учат колонна танков. Брят фашисты в рации, кричат эрхемид, шварцы топ. В пике глубокое вхожу, смертям двум не бывать. Я вам сейчас всем покажу, я вам сейчас всем покажу. Так хую вашу мать, горит земля под тобой. И мессеры насели, под чертный хвост сошел худой. Я видно на прицеле, и мой стрелок навек умолк. И боль мне сердце давит, сегодня вечером наш полк. В столовой вечером наш полк. Хлеб с водкой нам поставит. Небо! Ты нас не забудешь, Ты все-таки нашим осталась. Мы все как один, Мы дожить до победы мечтали. Небо! Мы шли сквозь огонь, Нам тяжелое время досталось. Сжимая штурвал, Стиснув зубы, мы в бой улетали. Летят метра, серый возле от Огонь уже в кабине. Мне прыгать смысла просто нет, Нет мыслей в помине. Застором оживешь в бою, Мне погибать негоже, И жизнь короткую свою, И жизнь короткую свою. Продам я подороже, Мое возле не опеке. Назад мне не вернуться, Без бомб я нынче налегке. Мне хоть и промахнуться, Штурвал бы только удержать. Теперь молитесь, гады, Еще успел я прокричать, Ребята! Лихо упоминать наш экипаж не надо! Небо, ты нас не забудешь, Ты все-таки нашим осталась. Мы все как один, Мы дожить до победы мечтали. Небо, мы шли сквозь огонь, Нам тяжелое бремя досталось, Сжимая штурвал, Стиснув зубы, Мы в бою летали В небо. В свое время эта песня была написана К пятидесятилетию Первой гвардейской штурмовой авиадивизии. Она пяти орденов, дважды ордена Ленина, Краснознамён, ордена Суворова, Кутузова. Сформирована была под Сталинградом В сорок втором году. И мне довелось, Вот лейтенантом придя в такой гарнизон Лида В Гродненской области, Вот она тогда там дислоцировалась, Ну в то время была Бадовская дивизия, На Су-24. Потом, когда уже, к сожалению, Вся эта страна наша развалилась, Дивизия была выведена на юг туда И работала уже на Чечне, Как именно штурмовая дивизия. Потом смешанная стала, И сейчас она существует, Такое прославленное соединение. К сожалению, недавно узнал, Что, наверное, вот последний, Последний летчик у нас в Беларуси, Который из этой дивизии еще был живой, Я у него брал интервью, наверное, лет 7 назад, Ему уже тогда было за 90, Полный кавалер Ордена Славы, Такой капитан Шатила, Ну сейчас его уже капитаном, Это сложно назвать. Сегодня просто на всякий случай Позвонил одному такому хорошему репортеру, Говорю, он живой там, уже, уже. Хотя, конечно, это были самые такие самолеты, На которых были самые большие потери. Я все вот, что-то подумал, да, Юбилей был 50 лет, У нас вот 12 мая в Кубинке Будет отмечаться юбилей, Который уже состоялся, Был 23 марта, если мне не изменяет память, 80 лет гвардейскому 237-му Центру показа авиационной техники Имени маршала авиации Иван Никитича Кожедуба. Это я к тому, ну, во-первых, Что приезжайте обязательно, Это будет уникальное зрелище. Я точно расписание не знаю, Но если к 10, то это будет правильно, Не позже. Там будет в начале концерт, Я там участвую. Вот. Но там будет пилотаж русских, Видите, здесь трижей. Беркуты впервые за долгие годы, Пролетев над Красной площадью, Не полетят к себе в родной Торжок, А вернутся на Кубинку, Чтобы именно 12-го Тоже там участвовать в этом авиашоу. Поэтому всем добро пожаловать на Кубинку. А песня, которую спой, Была написана тоже на юбилей, Только на 70-летие, Ровно 10 лет назад. Мы землю толкнем, И небо снова Обнимет нас своими облаками, Мы верим, что оно сегодня с нами, Спешим навстречу, Будто дали слова, Пусть метел нам тучи обещает, Оставим снизу Все дожди и лужи, Изнанка тучь всегда светла снаружи, Нас небо солнцем, Как родных встречает, Вот жалко, что ошибок не прощает. Влюбленность в небо, Ты земля, прости нам, Мы все чуть-чуть, Возможно, Но за сдвигом, Ведь сросся каждый С ушкой или мигом, И кровь у нас, Наверное, с керосином, Нам без небес, Как без воды и хлеба. Мы не сломались, Как нас не бросали, Ведь было время, Крылья нам вязали, Но вновь наш ромбик Носится по небу, Наш ромбик снова носится По небу. Чуть выше в небесах И дверь сирочек, Там мирный гвэв, Сквозь дни и ночи, Несет людей в Анталию и Сочи, А мы, как в школе, Тренируем почерк, Выводим в небе тексты сочинений, Фигуры пишем, А точнее, Пашем, И где-то снизу смотрят Дети наши, Наверное, Им пока нет волнений, Мы все вернемся вместе, Нет сомнений. Влюбленность в небо, Ты земля, Прости нам, Мы все чуть-чуть, Возможно, Но со сдвигом, Ведь срочно каждый сушкой Или мигом, И кровь у нас, Наверное, С керосином, Нам без небес, Как без воды и хлеба. Они сломались, Как нас не бросали, Ведь было время, Крылья нам вязали, Но вновь наш ромбик Носится по небу, Наш ромбик снова носится По небу. Мы на петле вычерчивое строим, Местами землю с небом поменяем, Но мир там не изменится, Мы знаем, Мы видим, Как дворцы и замки строят. Нам не придется жить В таких хоромах, Но честь свою мы в грязи Не уронили, Пусть те, Кто снизу Свой кусок схватили, Зато у нас есть небо, Мы здесь дома, Не будет в нашей жизни По-другому. Влюбленность в небо, Ты земля, Прости нам, Мы все чуть-чуть, Возможно, Но со сдвигом, Ведь срочно каждый сушкой Или мигом, И кровь у нас, Наверно, С керосином, Нам без небес, Как без воды и хлеба. Мы не сломались, Как нас не бросали, Ведь было время, Крылья нам врезали, Но вновь наш ромбик Носится по небу, Наш ромбик Снова носится Субтитры создавал DimaTorzok Влюбленность в небо, А ты земля, Прости нам, Мы все чуть-чуть, Возможно, Но со сдвигом, Ведь сросся каждый сушкой Или мигом, И кровь у нас, Наверно, С керосином, Нам без небес, Как без воды и хлеба, Мы не сломались, Как нас не бросали, Ведь было время, Крылья нам врезали, Но вновь наш ромбик Носится по небу, Наш ромбик Снова носится По небу, По небу. Спасибо. Мне всегда жалко, Что я не могу пригласить сюда 8 мая Вот этих ребят, Которые завтра полетят На парад, Пройдут над Кремлем Своей девяткой, Это уникальное зрелище, Уникальная задача, Потому что, Ну, сейчас, Я не сомневаюсь, Они, Многие уже просто легли спать, Потому что это ранний подъем, И, Ну, это тяжелая работа, Скажем так. Но у нас, Если, Не знаю, Олег Лазарев здесь? А, он вижу, да. Это человек, Который летал В пилотажной группе стрижи В очень таком Серьезном составе В свое время. Один из немногих стрижей, Который воевал В Афганистане, Орден Красной Звезды. Олег, спасибо большое, Ты пришел. И опять из любимых песен. Летчик паушен Иван Иванович, Штурман был Иван Степанович, Стрелок, Радист Иван Фомич, Техник был Иван Ильич. Держит курс Иван Иванович, Держит связь Иван Степанович, Бой ведет Иван Фомич, В семленке спит Иван Ильич. Пьет коньяк, Ну, Иван Иванович, Пьет вино Иван Степанович, В ватку пьет Иван Фомич, Чидит борт Иван Ильич. Летчик был Иван Иванович, Штурман был Иван Степанович, Стрелок, Радист Иван Фомич, Зеркник был Иван Ильич. Замечательный фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика» с этими вот песнями, которые как-то вот остались. Хотя, многие почему-то, когда вот их поешь, это откуда? Ну, это уже, наверное, поколения другие. Поколения действительно меняются. Я, ну, не то что все, многие, конечно, там сидим, там в Фейсбуке, в Одногласниках, посты какие-то размещаем. Я традиционно, опять же, перед 9 мая выкладываю фотографии наградного листа на своего деда, которого я никогда не видел. И вот своему сыну, когда он рос, я ему говорил, вот у тебя дедушка есть, а у меня нет. И потому что у меня его нет, вот и есть. Дед погиб на Курской дуге. 9 августа 1943 года. Отец мало чего о нем рассказывал, ну, практически, практически ничего не рассказывал. Какие-то такие штрихи, потому что, когда дед ушел на фронт, а ушел он 23 июня 1941 года, я скажу, конечно, вот прошагав больше двух лет по войне, это очень, ну, в самые-самые тяжелые годы, он, конечно, его очень плохо помнит. Там есть одна фотография, они вдвоем. Вот, сейчас уже и батя ушел тоже. Вот, он пошел по этим стопам, тоже стал военным, потом я стал военным. Вот, ну, вот такая песня. Батя, здравствуй, Батя, здравствуй. Весь год сказать хотелось мне обнять тебя, фразы все потом. Заставим, садим мы столом покрепче, что-нибудь нальем, Акбатя, от тебя я так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Но как дела? Та жив пока, и не болят еще пока, иду, как прежде, прямо на пролом. А жизнь стремительно бежит, и как цыганка поражит. Но оглянусь, пожилых я потом, проблемы есть, когда их нет. Не стал пока немилым свет, хотя порой трясет, но лишь слегка. Но свой я вытянул билеты, с ним по жизни столько лет. По жизни еду, бог с ним, а пока. За старым садим мы столом, покрепче что-нибудь нальем. Акбатя, от тебя я так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Акбатя, здравствуй! Когда свое клешнёй берут, это еще чуть-чуть, но постарел. Акбатя, здравствуй! И пусть календари не врут, твой взгляд горит все так же, как горел. Акбатя, здравствуй! Я наяву, а не во сне, увидеть поскорей тебя хотел. Акбатя, здравствуй! Я дома, а не на войне, я год спустя, но все же прилетел. За старым садим мы столом, покрепче что-нибудь нальем. Акбатя, от тебя я так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Романтик кончился во мне, воюю даже и во сне, покрылись пылью детские мечты. Ты сам когда на спину гнул и лямку тридцать лет тянул, а я теперь вот так же, как и ты. Стараюсь правду говорить, не унывать и честно жить, как с мамой научили вы меня. И звезд не хапалось небесы в грязь, пока еще не в лес. Живу, как все, деньгами низвиня. За старым садим мы столом, покрепче что-нибудь нальем. Акбатя, от тебя я так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, батя. Так не хочу изжать и не разжать пожатилки. Счастливо, батя. Ты молодцом и так держать, вот только батя, маму береги. Счастливо, батя. Не сильно верю я судьбе, но верю, я вернусь в родимый дом. Счастливо, батя. Я шепотом скажу тебе и обниму. А фразы все потом. Спасибо. Когда думал о сегодняшнем концерте, все равно, я не буду врать, что я не готовлюсь, но я не сильно себе планирую какую-то программу, но думаю о том, как ее привязать к событию, скажем так. Ну вот, не можно просто петь песенки какие-то. Я уже вот спел про ту дивизию, первую гвардейскую, которая воевала. 237-й наш этот гвардейский центр, опять же, это прославленнейший авиаполк, который в Великой Отечественной войне разбивал там немцев столько, что мама дорогая. И вот думаю, жаль в ротолетчиках, как их-то привязать к Великой Отечественной войне. Армейская авиация, вот, кстати, в этом году отмечает свое 70-летие, то есть как род военно-воздушных сил возникла уже после войны. А потом вдруг вспомнил, как говорится, хлопнул себе полку. 55-й отдельный вертолетный полк. Сергей Викторович, юбилей моего отвечали в прошлом году, 75 лет, потому что полк возник как штурмовой авиаполк. И работал тоже на Ил-2, а потом уже стал он вертолетным. Ну, то есть, ну вот, я себе могу это позволить. Это действительно связь с войной. Воинская часть крайне прославленная и теми подвигами, и теми, которые уже случились в наше время. Поэтому все-таки песня вот такая. Ласточки летают над землей, низко, значит, снова нет погоды, а утюжу неба здесь полгода, значит, полтора, и я живой. Натрия умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко крайней, или последней этот раз. Бог решит, мы верим, он за нас. И, конечно, верим мы в бою, той, что никогда не подфатила, кто-то называет крокодилом. Птичку, про которую пою, ласточку Петниста мою. Подтвердят нам трассер и расчет. Не ошибся летчик-оператор, венчен, как в фильме Терминатор. Все, что снизу, убирает в лед. Наш привет, он тем не нашим шлет. Скажет, кто-то не страшно, мол, вранье нас пугают снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем поднимаем у нее душу витокрылую свою. Вместе с нами ты не погубила. А позвал же кто-то крокодилом. Ту, что выручает нас в бою, ласточку петнистую мою. За спиной молотит пулемет. Бортовой наш парень не из робких, а положился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет бортовому общий наш зачет. Написк, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен, нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал. К черту живописные места все года, что вместе с ней в строю красотой меня с ума спотило. Что за дурень кличет крокодилом то, что вместе с нами на краю ласточка пенистую мою. Да, пара-па-па, да, пара-па-па. Словно сто разгневанных богов все на нас обрушили свирепость. В небе словно маленькая крепость мы ведем огонь из всех стволов. Нам иначе не смазить голову. С нашей птичкой мы не отвернем, не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем с той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою ту, что выручала нас в бою, ту, что вместе с нами на краю ласточку петнистую мою. Светило ярко солнышко в зените, убитый крач обломками молчал, пищал комара чая нас спасите. Ожив ли летчик он не сообщал. Была надежда призрачная и шатка до смерти здесь, как в песне три шага. И наша винтокрылая лошадка несла нас прямо к черту на рога. А в это время мальчик на феррари носился по Москве и по пути за час устроим несколько аварий, пытался от гаишника уйти. А мы пытались летчика найти. Нам вроде как везет, но так не шибко. Мы видим парашют, заметен бой, нам дроби барабаны по обшивке. Но главное, что парень не наш живой. Мы не поем безумству храбрых песням. Играть привыкли марш, а не романс. Плечом к плечу с любимой птичкой вместе. Пока мы с ней, то есть хотя бы шанс. А в это время по Москве в Угаре направо и налево в селем хамя по тротуару в золотом ферраре мальчишка несся голову сломя. Мы тоже тут несемся, но дымя нам трассеры все небо украшают. Там снизу бородатых прям аншлаг. Что делать с нами боженька решает. Мы живы, хоть машина как дуршлаг. Нам летчик снизу машет. Уходите, держись, браток, еще не кончен бал. Нам ярко светит солнышко в зените. Ты пан браток, который не пропал. А в это время из феррари мальчик по телефону папа набирал. Гаевому показывал вверх пальчик и звезды снять с погонов обещал. А нас без обещаний Бог спасал. Со скоростью феррари уходили. И где-то у нуля высотомер мы нашего парнишка уносили. А он ревел на взрыв. Хоть офицер. Мы тоже слезы тщательно скрывали. А говорят, летают смельчаки. мы пальцы ему долго разжимали. Он в них сжимал гранату. Без чеки. Спасибо. Ты это в прошлый раз рассказывал и сейчас наверное в каком-то виде повторюсь. Интересно, вот песни пишешь, потом выясняются какие-то подробности начинают звонить или писать люди, которые в каком-то виде участвовали в подобных событиях. Я помню, когда на одном из концертов я ее спел где-то в феврале, ее связали эту песню с Романом Филипповым, который, как известно, в Сирии подорвал себя гранатой. Я писал по словам по тому рассказу, который я услышал в свое время, там гранаты не было. Была ситуация именно с Грачом. А потом уже мне написали, что действительно 25 апреля аж далекого 1984 года был сбит Су-25, Су-17 М3, который пилотировал Сергей Александрович Соколов, ставший впоследствии Героем России, но уже совершенно за другие вещи. его чудом подобрал Ми-8 экипаж Сергей Ефимов. Они уже его взяли без сознания, он лежал на животе, его так же в кабину забросили, вертолет поднялся, техник был такой, Анатолий Маркуша, он увидел, что летчик что-то сжимает в руке, развернул, а там отскочила ЧК, все, граната была, он успел ее выбросить в открытую дверь. Потом мне другой мой замечательный друг Владимир Кутанин говорит, ты эту песню, ну он знал, что я еду на 60-летие на день рождения Владимира Решадовича Алимова, герой России, он говорит, ты Алимова и спой, он там прочувствует. Я говорю, так у Алимова там, ну, другая сторона. Он говорит, нормально, там вот где про у нуля высотомер, он когда всю эту толпу вывозил, он там порубил сосны, деревья, когда чудом уходил. Ну да, я помню, тогда спел и, конечно, Решадович так действительно расчувствовался. Ну, как говорят, всегда в любом... Жизнь, не то, что говорят, я всегда говорю, что жизнь, она гораздо круче любого романа и любого кинофильма, потому что происходят такие вещи, которые сценаристы, ну не то, что иной раз, они не выдумывают. туман, 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 слепая пелена, и всего в двух шагах за туманами война. Там гремят бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле прихованы туманом, воздушные рабочие войны. Война Туман, туман, на прошлом и былом, далеко, далеко за туманами наш дом, а в землянке фронтовой нам про детство снятся сны. Видно, все мы рано повзрослели. Воздушные рабочие войны. Туман, туман, окутан землю вновь, далеко, далеко за туманами любовь. Долго нас невестам ждать с чужой дальней стороны. Мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие Воздушные рабочие войны. Воздушные 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 Удобства снаружи Бывало и хуже Кругом практически курорт Здесь пальмы чудной красоты А море просто натюрморт Но видим только с высоты Мы эти красоты В процессе работы Мы трудимся в заморской дали Где звучит намаз И многие совсем не ждали Здесь увидеть нас Другие времена настали Мы пришли и дали мастер-класс Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуя не хотели, но нас случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе не до этикета Сюда они отдыхать пришли не в гости Мы днем и ночью бомбы и ракеты Вхолачиваем цели Вхолачиваем цели Словно двости по самому прямому назначению Здесь каждый вылет боевой От напряжения кипиш Кабина словно дом родной Вот только жаль в ней не поспишь Хочется очень Особенно ночью Которую месяц не до сна И не уйдешь Набери тень По распорядку Здесь война Что день, что ночь Рабочий день Здесь все на пределе Назначен на цели Мы в нужный час и в нужном месте Выпадем с небес И сразу станут цифры 200 Духи все в окрест Прицельный марки Тонкий крестик Миг на них поставит Ширный крест Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи возмущались Но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе нет этикета Сюда не отдыхать пришли не в гости Мы днем и ночью бомбы и ракеты Вхолачиваем цели Словно гвозди По самому прямому назначению Невероятные друзья Нам скажут просто Very good Летать по многу им нельзя У них нормированный труд Им бедным, не сладко Жить по распорядку К смертям уже не привыкать С годами стали мы грубей Два раза нам не умирать Но не привыкнуть хоть убей Нам жить в половину И к выстрелам в спину Минует нас по воле фарта Смерть и холодок Гадая спустя от полетной карты Выцвевший листок Напомнит нам да более ярко Ближний, но далекий столь В восток Мы делаем здесь то, к чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи были против, но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе нет а этикета Сюда не отдыхать пришли не в гости Мы днем и ночью бомбы и ракеты Вхорачивают цели Словно гвозди По самому прямому назначению По самому прямому назначению По самому прямому назначению У меня теперь с этой песней Спасибо Связана еще одна история Совершенно недавняя Это было 5 мая В городе Ростове проходили Очень такие серьезные мероприятия Посвященные столетию Южного военного округа Мы летали туда с ансамблем Александрова Вот этим обновленным Или полностью новым Там были ансамбль песни и пляски Черноморского флота Ну такое, скажем так Большое представительство Где имел какое-то скромное значение И четвертый был один концерт Агала концерт состоялся На театральной площади города Ростова На Дону это главная площадь Там присутствовали все главы регионов На территории которых располагается округ То есть губернаторы там Ростова, Голубев, Крым, Аксенов Рамзан Ахамадович, Кадыров Жилкин, Астрахань Юн Успектив, Куров Ну перечислять не буду Естественно очень много военных И этот концерт открывал я Вот с этой песней Там очень мой Я его действительно искренне называю другом И он меня тоже Хотя он гораздо старше меня Командующий 4-й воздушной армии Генерал-лейтенант Виктор Михайлович Севастенов Человек просто с уникальными мозгами Мало того, что это летчик с большой бопой Он очень креативный человек И пока мы там два дня общались Он говорит Я придумал Значит И выглядело это очень интересно Там у меня было одно сожаление Что перед этим был воздушный парад над Донном И очень мало людей успело прийти на эту площадь Там пару тысяч человек было Ну понятно, вот эти все официальные лица Они были А затея была командующего Такая очень Ну я считаю это сложная Вот я говорил, что завтра полетят на Красную площадь Вот эти штурманские расчеты Когда летчики друг за дружкой должны выйти по нулям И так далее У нас это выглядело вот примерно так Значит Сидит эта группа людей Которые заведуют звуком, видео и так далее И мы объясняем, значит Человеку, который сидит на видео Значит Ты запускаешь вот этот видеоролик На девятой секунде Ты убираешь звук Значит Потом дальше мы идем к звукоинженеру Значит он тебе будет транслировать этот видеоролик Ты на седьмой секунде прибираешь звук А, ставить На девятой убираешь звук А на седьмой секунде Включаешь минус Анисима Да, я не буду скрывать Ну, я пел голосом Но играл минус Потому что аранжировка серьезная И дальше Руководителю полетов на выносе Говорили Значит А ты Ну, это был начальник НТН Вы Начальник авиации 4-й воздушной армии Вновь на его СПО На седьмой секунде Когда услышишь Что пошел аудиотрек Включаешь секундомер И даешь команду Отчет Четырем самолетам Которые в это время находились в зоне ожидания Это пара Су-25 Пара Су-27 Пара Су-25 Должна выйти на 3.30 И распуститься над сценой И на 3.40 Су-27 Распуститься И сделать распуск вверх Честно говоря Я сомневался Это вот как раз Время проигрыша было У нас все получилось Это было потрясающе Ладно Как я называю Следующую песню Это Один из моих Любимых военных блюзов Темная ночь Только пули свистят по степи Только ветер гудит в проводах Тускло звезды мерцают В темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь И у детской кроватки тайком Ты слезу утираешь Как я люблю Глубину твоих Ласковых глаз Как я хочу К ним прижаться сейчас Глупыми Темная ночь Разделяет Любимая ночь И тревожная Черная степь Пролекла между нами Верю в тебя Дорогую подругу мою Эта вера От пули меня Темной ночью хранила Радостно мне Я спокоен В смертельном бою Знаю, встретишь С любовью меня Чтоб со мной Не случилось Смерть не страшна С ней не раз Мы встречались В степи Вот и теперь Надо мною Она Кружится Ты меня ждешь И у детской Кроводки не спишь И поэтому Знаю, со мной Ничего не случится Ничего не случится Ничего не случится Браво Браво Воздух от быстром расслаблен Обратилось Чудрец Чудрец Под зависту И заправлен И подвешивай все средства И для птиц сирена Воет Опустили кафониры Пахнет в воздухе Войною Значит, миру не до мира Миру Явно не до мира Нынче, видимо, до ночи День тяжелый мне маячит Я не нож, но я заточен На военные задачи Коль верхов большие лица Не нашли для мира повод Не смогли договориться Значит, я последний довод Я теперь последний довод И со мною наравне Эти двое, что во мне Время, чем на всех часах Только стрел ко мне решить Сколько нам летать и жить Наши судьбы на весах Где-то в небесах На троим адреналина Добавляет неизвестность Не жалея керосина Я облизываю местность Где-то рядом неприятель Мне сейчас не до каприза Включен главный выключатель Мы всех выключим, то снизу Выключаем тех, кто снизу Но после догнем и громом Огрызается поверхность Контингент, и там не промах Повышает нашу сверность И в кабине эти двое На приборы смотрят гмурой Я как будто сильно болен Кажет, жар температура Кажет, жар температура И отчаянно втроем Через небо напролом Как на рваных парусах Мы этого вверх, то снова вниз На кону всего лишь жизнь Наши судьбы на лесах Где-то в небесах Живы оба не убиты Хоть по мне глупее или точно И орётом чуть ореи-то Чтоб на воздух вышли срочно Эти двое, как на меня Велика цена задержки Но плечом к плечу в кабине Держат ручки, а не держки Не хватаются задержки Как хочу я воскадрелью Даже если инвалидность Я не складываю крылья А меняю стреловидность Возвращаемся из боя Пусть мы еле волочёмся Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернёмся Обязательно вернёмся Мы вернёмся Вернёмся На войне, как на войне Даже если ты в огне Надо верить в чудеса Чтобы не было Держись И тогда не смерть, а жизнь Перевисит на весах Где-то в небесах Где-то в небесах Где-то в небесах Спасибо Я когда эту песню пою в этом зале Почему-то Владимир Семёнович, вы меня простите Но вот он там Он на таких самолётах летал Заслуженный военный лётчик России Владимир Семёнович Чадиновский Спасибо, что приходите Ну, нередко говорят, что это вот Предыдущая песня Про войну три восьмёрки Которая вот состоялась Когда-то там Между Грузией и Южной Осетией При большом участии Российской Федерации Но дело даже не в этом Просто Ну вот Время идёт И как-то удивляет Что в 21 веке Мир по-прежнему Наступает на одни И те же грабли Мы продолжаем воевать Рулеткой вращается Наша планета Мы верим наивно Что так будет вечно И глядя в экраны Наблюдаем беспечно Как где-то воюют Ведь это лишь где-то Нам громко и нанады Как шум погремушки Гремит далеко Нет причин для тревоги Война незаметна Уже на пороге Всё громче и громче Беседуют пушки Мы словно в каком-то Разрушенном тире Столетия держим Друг друга на мушке И хоть все живём В этой общей квартире Молчи Вместо нас Говорят только пушки Наверное у нас Слишком умные лица А надо всего лишь Чуть-чуть улыбнуться Из фронта домой Все солдаты вернутся Однажды на свете Такое случится И может тогда До души нам кукушки Побольше оставшихся лет Накукоют Забудут окопы Как их атакуют Нам больше не вспомнится Как кремят пушки Как хочется Чтоб только Залпы салюта И в ночь новогоднюю Крохот хлопушек Однажды напомнили В мире кому-то Что мы говорили Лишь с помощью пушек Вот если б когда-то Все бомбы, ракеты Все вдруг превратились Навек в пупри кошки Тогда вздохнув Улыбнулась планета Дай бог, чтоб на ней Замолчали все пушки Субтитры создавал DimaTorzok Ура! Спасибо. В этой песне такая фраза есть. Вот эти все пули, снаряды и пушки навек превратились, навек погремушки. Я вот потом написал, а потом думаю, ну да, конечно, здорово, если это все случилось, но тогда же военных не будет. И вот иногда думаю, а хотел бы я, я такой до мозга костей, наверное, замилитаризированный человек, но, как поется в песенке этого Анисимова, где-то в прошлом пушки танки можно жить и на гражданке. Летчикам там хватает профильной работы. Вот я помню, когда-то однажды летел в авиакомпании, ну, на борту авиакомпании «ТрансАэро», которая когда-то была. И перед взлетом, ну, летчик приветствует КВС пассажиров и говорит там, ну, я не помню сейчас фамилию, но он назвал свою фамилию, и я такой думаю, ёлки-палки, да, вот, ну, может, это тот, кого я знаю, там, ну, с одного там полка. И когда бортпроводница проходила мимо, я спрашиваю, девушка, можно у вас? Она говорит, да-да. Я говорю, а у вас командир не военный в прошлом? Она меня посмотрела и говорит, да вы знаете, у нас больше половины военных, поэтому как-то мне сложно сказать. Это следующая песня, она новая. Мы не спеша на эшелоне, идём по спинам облаков, а в комфортабельном салоне Устав от северных ветров Три роты личного состава Летят гудеть на жаркий юг Ведут себя не по уставу Вот проводницам пристаёт Мой командир откроет книжку И чертыхнётся, что устал Мне скажет, вы, Михалыч, слишком Забудьте к чёрту ваш устав Ведь вы теперь гражданский лётчик Промолвит с искоркой в глазах Да, был истребитель, стал извозчик А зато как прежний в небесах Покуролесить бы над точкой Жаль, за спиной сидит народ И ножку дать да сделать бочку Увы, здесь всё наоборот Не перехват, а перевозка Не на Кавказ, а в Таиланд И на погонах три полоски Был-то полковник, стал сержант Здесь держать с цехлоном встреча Знать потрясёт кораблик наш И пассажиров, как овечек Пасёт кабинный экипаж Как обмануть метеосводку Поесть попить, как вариант Нам кофейку нальёт красотка Ух, как жаль, что я не лейтенант Чтоб мы безропотно летали Дают нам пряник или хнот Как там у Маркса в капитале Эксплуатируют наш труд Усталость лишь в сухом остатке Порой с овчинку небоском Зато нередко на посадке Нам аплодирует салон Субтитры добавил DimaTorzok Мы не спеша на эшелоне Идем по спинам облаков А в комфортабельном салоне Летят копченые с югов Три роты личного состава Из дьюти-фри напитки пива Ведут себя не по уставу Гвард-проводницам приставил 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 Я имею в виду, ну, я уже теперь могу сказать, нашего поколения. Не знаю, сейчас есть ли это стихотворение в нынешней школьной программе. Написал его Владимир Владимирович... Ну, не этот. Владимир Владимирович Маяковский. Я его до безобразия сократил, но оно мне было нужно. Как в подводке к этой следующей песне, она тоже новая. У меня растут года. Так, нет, подождите. У меня растут года, будет и семнадцать. Кем работать мне тогда? Чем мне заниматься? Книжку переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус. Помню, мы в школе учили стишок. Классик-поэт в нем рассказывал детям. Мол, хороши все работы, дружок. Сотни профессий на нашей планете. Я за отцом и за братом тянулся. Ну и, конечно, примером был дед. Тот, тот, что из неба войны не вернулся. Бабушка мне говорила, внучок. Коль уж летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо. Чтоб ты всегда возвращался обратно. Годы летели, я с ними летал. И вспоминал я нередко бабулю. Чаще когда, когда прямо металл. Мне молотили снаряды и пули. И в этот миг мне казалось предел. Миг, когда тетка с косою цеплялась. К бабушке срочно вернуться хотел. Чтоб мне с порога она улыбалась. И как тогда говорила, внучок. Коль уж летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо. Чтоб ты всегда возвращался обратно. Время, как пуля на вылет или в лёд. Бабушка к деду давно улетела. Только мне кажется, каждый полёт. Смотрят они, чтоб меня не задело. Дед словно рядом команду даёт. Бей их, внучок. Атакуй, я прикрою. Отвоевал я теперь твой черёд. Помни, что с бабкой мы рядом с тобою. Бабушка с дедом твердят мне внучок. Коль уж летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо. Чтоб ты всегда возвращался обратно. Бабушка мне говорила, внучок. Бабушка с дедом твердят мне внучок. Коль уж летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо. Чтоб ты всегда возвращался обратно. И я летал, в небе летал, но не всегда аккуратно. Всю жизнь летала, была в летал, но возвращался обратно. АПЛОДИСМЕНТЫ